Здравствуйте, мои дорогие гости и подписчики канала Сольга на шестисотках. У меня есть целый плейлист, посвящен этому замечательному растению гибискусу или китайской розой, как его часто называют, или еще называют розан китайский. Видео есть про обрезку и взрослых растений, довольно-таки огромных и совсем маленьких. И хочу сегодня просто немножечко показать, во-первых, как выросло после обрезки, а прошло буквально недели две, после того, как я снимала видео, ссылочку я сделаю в комментарии, и немного рассказать о самом выращивании этого растения, что оно любит, что не любит, и как о нем позаботиться. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе их событий. Я думаю, вам у меня понравится. Итак, как же он вырос? Он растет немножко в таком прохладном месте, поэтому рост немного замедлен. Вот здесь вот было удаление, вот буквально два сантиметра выросло. Здесь был срез, вот отростчик дальше пошел, здесь почка тронулась, и здесь почка тронулась. Ну и вот здесь вот, видите, тоже тронулись почки. То есть вот эти ветки не будут голыми, вот они начинают расти. Что же любит этот цветок? Почва должна быть рыхлая и питательная. В природе все-таки это дерево, поэтому мы его так и обрезаем каждый год. Не для того, чтобы он цвел, а именно для того, чтобы он оставался компактным и умещался у нас на подоконнике. Если у вас офис, если у вас оранжерея, есть возможность держать его на полу, то его можно совсем немножечко обрезать, чтобы просто пушистый не было вот таких вот голых веток и стволов. И все-таки он как-то выглядел посимпатичнее. Какую же почву он любит? Рыхлую и плодородную. Поскольку это растение все-таки древовидное, корневая система у него большая, поэтому горшок должен быть высоким и довольно-таки широким. И обязательно полив. Очень хороший полив. Это растение водохлеб. Практически летом его приходится поливать каждый день, особенно в жару, и опрыскивать. Болезни у него практически нет. Болеет он редко. Бывает, что листья опадают, но это вы где-то его не долили, где-то вы пересушили землю. Насекомым, и он поражается, может поражаться клещом, может поражаться щитовкой, но это случается довольно-таки редко. Ну, а это другое растение, которое я сегодня хочу вместе с нами снова обрезать. Честно говоря, оно такое симпатичненькое. Мне даже жалко его обрезать, но у меня есть задумка сформировать его на штампе. Что для этого надо сделать? Убрать вот эти боковые ветки. Так, вот эту обрезаю. Убрезаю вот эту. Это все можно потом будет зачеренковать. И чуть-чуть, вот посмотрите, у меня получилось на верхушечке три таких веточки. Они должны расти в разные стороны. Немножечко можно просто руками прищипнуть эти ветки, чтобы они дали небольшое такое ветвление, разветвление. Они небольшие. Обрезать можно, в принципе, только вот эту ветку, которая как бы их обгоняет. То есть, в принципе, все вот эти три ветки должны быть одинаковые. Даже еще можно подрезать. И у меня здесь штамп. А здесь вот будут вот эти ветки, которые будут ветвиться и цвести. Что потом получится, я обязательно вам покажу. И чтобы рос он все-таки совершенно прямо, надо его постоянно переворачивать. Вот у меня он немножечко стоял, согнулся на одну сторону. Можно, конечно, тут подставить палочку, столик выпрямить. Ну, в общем, вот такая вот растенница у меня получилась. Ну что, если вам ролик понравился, ставьте, пожалуйста, класс. Вам не трудно, а мне приятно. Пока, мои друзья. Субтитры сделал DimaTorzok